всем добрый день идея этого видео созрела у меня еще в начале ноября вот так вот сидел себе спокойно первый раз в этом году за время войны перевожу глаза на сложенные ветки и соответственно что я вижу вижу я такой вот красивый некроз некоторые или еще пьет по-другому называет краловая пятнистость довольно часто можно ее встретить у нас эта ситуация на больше называет болен лечиться не буду потому что когда занимаешься любимым делом по болезням растений то нельзя нормально отдохнуть соответственно выезжая на берег реки в лес ты не можешь уже нормально отдохнуть как другие просто наслаждаться природой тебе обязательно нужно подойти посмотреть а что там поломано а как а что почему растение там сок течет или еще что-то соответственно ситуация вот такая когда занимаешься любимым делом некрозными болезнями преимущественно поражаются лиственные породы часто встречаются некрозы дуба тополя ясеня клёна грецкого ореха заражение растений осуществляется через поврежденные покровы или участки отмерших кожи пораженные участки стволов или ветвей обычно отличаются от здоровых по цвету иногда они вдавлены или окружены наплывами в толще коры или и на ее поверхности образуются характерные плодовые тела которые имеют вид подушечек или бугорков различные величины формы после отмирания пораженных тканей коры наружная кора обычно разрушается шелушиться или полностью опадает обнажая мицелиальное образование или споров местилище патогена подмерших слоях заболонной древесины часто возникает гниль у большинства деревьев изреживается кроны нередко на стволах образуются водяные побеги или жировики обычно гриб обитает как сапрофит напавших или отмерзших по тем или иным причинам ветках однако может развиваться как раневой паразит на ослабленных деревьях мицелий гриба развивается под крови ветвей проникает также в древесину весной на нем в массе образуется коньяльное спорношение которое имеет вид оранжево-розовых подушечек размером полумиллиметр до 2 во время периода вегетации гриб размножается канидиями разносимыми каплями дождя или ветром канидии гриба очень эффективно распространяется каплями дождя например крупная дождевая капля около пяти миллиметров в диаметре падает с высоты на ветку с канидиальными стромами гриба разбрызгивается по несколько тысяч мельчайших капель и каждая из которых содержит в районах зимой образование канидии может происходить весь год распространение спор обычно происходит весной разносу инфекции могут дальше способствовать и насекомые что касается методов борьбы конечно самым рациональным и эффективным методом борьбы с нектрии является санитарная обрезка при обнаружении заряжения нет в виде красных розовых или бледно-розовых подушечек на поверхности побегов необходимо удаление побегом захватом примерно около 20 сантиметров здоровой ткани если очаг заражения некоторые находятся на штампе то необходимо тщательно санировать язву удалить все отмершие ткани обработать рану одновременно с этим необходимо не подвергать растения фактором стресса соблюдать агротехнические требования в заключении что можно сказать некоторые некроз или коралловая пятнистость в основном является раневым паразитом и проявление его на дереве больше является следствием они причиной не забывайте дезинфицировать рабочий инструмент потому что он также является очень хорошим переносчиком возбудителей в том числе и раковых заболеваний в зимний период будьте внимательны к своим растениям особенно те растения которые находятся на сквозняке на солнце могут быть что имею ввиду на солнце имею ввиду например феврале когда на и солнце становится более активным появляется так называемый февральские окна соответственно кора хорошо нагревается днем зимой остывая это приводит так называемые морозобои нам а это уже один из путей проникновения данной инфекции и развитие ее на дереве ну а вам всем здоровых крепких растений и мирного неба над головой